Высохшие ветки и сломанные стволы деревьев стали настоящей угрозой для жителей нескольких районов города. Если в первом случае деревья невозможно спилить силами жильцов, то во втором сломанные ветви свисают и угрожают упасть на головы людей. Подробности у АЭМ Торы Абдиной. Жители 13 микрорайона третий год не могут добиться от властей помощи в вырубке высохших деревьев. Со временем мертвые кроны могут упасть на легковые машины и повредить линии теплотрассы. Мы писали письмо на имя Акима Октябрьского района. Заместитель Акима района Халтонов А. дал нам ответное письмо. Они рассмотрели его. В общем, направлено письмо подрядной организации ТОО «Казметизд» для рассмотрения принятия мер по нашему обращению. По улице Ерубаева, 50, два сломанных ствола также угрожающе свисают с дерева. Небольшой пары ветра и они могут рухнуть. А под этим деревом всегда многолюдно. Здесь проложена народная тропа на остановку, в аптеку и в супермаркет. Я позвонила в диспетчер Акимата. Она записала 10 дней. Через 10 дней я несколько раз им звонила. Еще не решился вопрос. Через 10 дней, наверное, она мне звонит и говорит. Это не наша работа, этого самого Акимата. Все. Мы даем отбой. Все, пожалуйста. Ну, все. Положила трубку. Добиться комментариев в Акимате района имени Казбекби не удалось и нам. Чиновников трудно застать на рабочем месте, а звонки на сотовый они воспринимают в штыки. Жители обращаются в частные организации с просьбой о вырубке засохших деревьев. Но те заламывают высокие цены за услугу, что не по карману жителям домов. Чтобы спилить одно дерево, необходимо заплатить более 3000 тенге, а их в Майкадугском дворике – 3. 9000 тенге надо собрать и отдать услугодателю. В доме проживают 375 жителей, 80% из которых – одинокие пенсионеры, а 20% – молодые семьи, но многие – безработные.